Привет, друзья! Сегодня я буду готовить очень вкусные голубцы, которые не требуют дополнительной лишней возни. Не нужно будет ничего варить, кипятить. Здесь все очень-очень быстро. Голубчики получаются очень вкусные, очень сочные и ароматные. С такой сливочной ноткой. В общем, я очень люблю такие голубцы. Зимой это самое оно. Они получаются очень аккуратные и очень вкусные. Давайте приступим. Для начала нам нужно мелким кубиком нарезать лук. Лук мы отправляем сразу на растительном масле поджариваться, на сковородке пассероваться. На крупную терку натираем морковь и отдельно натираем еще вот такую четвертинку сельдерея. Можно взять чуть-чуть поменьше, если сельдерей у вас был большой. Добавляем к луку морковь и пассеруем вместе, чтобы морковь немножечко посветлела. Как бы немножечко их проготавливаем и поджариваем. Тем временем, пока у нас поджаривается лук с морковью, возьмем фарш. В фарш добавляем отваренный в подсоленной воде рис. Я взяла обычный круглозернистый рис. Он здесь удачнее всего. Солим все это. Добавляем сюда же перчик. И теперь добавляем сюда половину нашей поджарки из моркови и лука. Какая она яркая и красивая. Половину просто выкладываем сюда. Она у нас пойдет в начинку. А половина у нас будет для заправки. Чтобы получить очень вкусную, такую со сливочной ноткой заправку, добавляю сюда потертый корешок сельдерея в оставшуюся поджарку. И отправляю дальше на огонь. Пускай уже сельдереем немножечко поджарится. Сельдерей дает такой именно сливочный сладковатый вкус. Теперь добавляю сюда перетертые томаты. Это могут быть просто томатный сок. Может быть просто перекрученные помидоры. В общем, что у вас есть, то и добавляйте томатные. Даже это может быть и разведенная томатная паста. Но все-таки вкус получается немножечко не тот. Добавляю сюда две лаврушки. Перец и соль. Обязательно. Нужно довести эту всю смесь до кипения. И можно снимать с огня. Займемся с вами теперь уже самой капусточкой. И будем крутить голубчики. Отрезаю у пекинской капусты. Вот эту вот кочерыжку твердую. Она нам не понадобится. Откладываем ее в сторону. И разбираем саму капусточку на листике. Собственно, эти листики и будут наши будущие голубцы. Она прекрасно без кочерыжки разбирается. Теперь нужно утончить немножечко вот эту вот часть плотную на листике. Чтобы у нас удачно скручивался наш листочек и был красивый голубец. Стараемся не прорезать насквозь, но делать довольно-таки тонкую эту кочерыжку. Посмотрите, чтобы она вот так вот скручивалась. Это идеально. Теперь посмотрите, как я скручиваю эти именно голубчики. На самой кочерыжке делаю два надреза. Натекаю немножечко. Выкладываю нужное количество фарша. И теперь смотрите. Срединку вокруг фарша. И вот эти боковушки вокруг срединки. Так у нас сразу и бока фарша закрыты. И теперь начинаем сворачивать. Сворачиваем, сворачиваем. Подгибаем все листики вовнутрь. И если у нас с краю где-то что-то торчит, все это запихим вовнутрь. Посмотрите, какая красота получается. Они все очень такие рифленые и очень красивые. При этом они очень быстро готовятся. Нам нужно будет их сложить просто в сковородку. У меня они все утрамбовались хорошо в сковородку 26 см в диаметре. Затем просто беру заправку, которую мы с вами поджарили. И раскладываю ее по капусточке. Так как сока маловато, можно добавить сюда немножечко воды. У нас еще капуста пустит сок. Буквально 100-200 мл воды будет достаточно на это количество. Еще раз немножечко присолим сверху эту всю красоту. Потому что капуста в себя втянет много соли. Она сладковатая. И тушим это все под крышкой на небольшом огне после закипания. Где-то в течение 40 минут-час. И получаются очень вкусные, очень сочные и нежные голубчики. Делать их просто. Зимой это именно тот вариант. Без лишней возни эту капусту не нужно долго мучить, чтобы получились очень красивые голубцы. Обязательно пробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.